Потому что, во-первых, вон девятый этаж, и как раз было в 4 утра или в 5 утра обстрел нашего аэродрома Чернобаевка. А эти ж гады ходили с такими бородами, эти кадыровцы страшные такие. Люди никуда. На базарши трешки там пойдем и то идем за кутками, чтобы побачили, а они ходили, группами ходили. В оккупации не верилось, что это началось. Когда мне видно было, они заезжали звезды, вот эти засранцы, я хочу сказать, нехай на них по-другому не скажешь. Что мы? Мы тут все люди военные теперь, понимаете? Бачили такие машины, большие, как кразы, кразы, что такое, и танки. Вы знаете, так все было неочековано. Машины с пропорами по Бериславке ездят. Боже, мы выскочили все, а тут уже люди, я не знаю, где встать. Хлопцы заехали такими машинами военными, военные машины грязные, закопченные все. Хлопцы тоже такие все небритые, такие все заросшие, но такие родные, вы не представляете? Мы почувствовали, что мы в Вильне, понимаете? Это нужно только прожить этот момент, быть у этого в оккупации, а потом это хлопцев встретить. Боже, как мы их всех обнимали, родили, плакали. А тут, знаешь, такой стоял бородатый такой хлопочек, такой крымезный. И все же в очереди обнять. Их же не сто человек приехало. Я знаю, она машин шесть, семь. Я говорю, можно вас обнять? А он говорит, ну конечно, можно. Говорит, вы же моя медсестра, вы же меня лькували. А я говорю, как это? А школа 53 рядом. Я говорю, а ну фамилию назвал. Я говорю, был такой. А вы моя медсестра, да? Да, да. Ничего страшного, не ждутся. Вот это так, не дочекались. Понимаете? Вот это была уверенность. Ну даже я... Сомнений нет. Конечно, все по-разному. Надеемся. Я говорю, не, не надеемся, а уверенно. Ну не может быть такое. Я говорю, не, я говорю. Девчата, я говорю, а те, кто слышит, что это, сомневается, до меня не подходят, я говорю. Все. Говорю, а те же мною только те, кто уверенно. Я выехала уже десь буквально перед Новым годом. Десь 26 грудня 2022 года. Бо тут уже таке началось. Ну, ось тут у нас дах, бахнули у девятий этаж. Потім все повилетало у всіх з цього клавета. Ну, там у жінки в квартиру влетіло. Хорошо, що вона в другій комнаті була. І 15 человек загинуло. Ну, мені діти сказали, мама, нема чого тут робити тобі. А це бахи, це таке нормальне, так? Це таке звичайно. Ось зараз ви на це навіть не реагуєте? Та, ради Христа, ми вже розрізняємо, де туди, де обратно. Наші лупять тих, що треба. Так що нема чого тут думати. Хай вони там посидять трохи, под руки перевернуть. Це з 8 місяців. Ось так. І все, потім не зрозуміли? Ні, потім вже сказали, хай вже ж хоч луплять, хоч не луплять. Нема чого, треба їхати. Ну, розумієте, своє – це своє. Зерну і тримати? Так, Херсон – це моє місто. Я вгодно. Вчора-вчора, як почали лупити з утра, ви що? Кажуть, що ніби за тисячі було два дні, так? За тисячі того, не пам'ятаю, чи в суботу, це колись другого, да, з субота другого, листопада, то школу бахнули, дитсадок рядом. Ну, кожен день. Ні, нема того, що після четвертої, чи днем, чи сутра, коли завгодно. Оце так, біжиш в магазин, у нас потрібен магазин, побіг, скупився і нема. Бачите, нема нікого. Людей, людей нема нікого. Люди нікуди. Не виходять люди нікуди. Не виходять, так. Оце тільки по потрібності. 32 квартири, і тільки 6 квартир проживає. Стало більше повертатися людей. А тому, що я не знаю, скільки можна там сидіти. Хай тут на Україні. Ну, це не своє. Оце, кажу і так, приїхали, вже у себе. Оце рідне.